Всем привет дорогие друзья! И это передача Проявляем сомнения и страхи, лежащие в основе догмы Сегодня у нас в гостях Юля, специалист по организации грандиозных мероприятий Сегодня мы рассмотрим Юлину догму и выявим, какие сомнения и страхи лежат в основе этой догмы Освободимся от этих сомнений и страхов, и Юля станет жить более полноценной, более целостной жизнью Юлечка, пожалуйста, расскажите, какая у вас есть догма? Догма такова, что мне нельзя быть сильными мужчинами, что они в итоге сбегают И что самое страшное случится, когда сильный мужчина сбежит? Я останусь одна, и мне придется быть сильной Придется быть сильной? Получается, вы чего боитесь? Сильной быть? Силы свои боитесь? Может быть А что самое страшное произойдет, когда вы разрешите себе быть? А тогда мне мужчина не нужен Ага, а что самое страшное случится, когда ты признаешь, что мужчина тебе на самом деле не нужен? А смотри, кстати, классная тема Да С не нужен Это очень классная тема, потому что когда мы говорим, мне это не нужно, у нас есть такая идея, что раз мне это не нужно, значит этого не будет А это как раз полностью наоборот То есть если мне не нужна любовь, у меня есть любовь Если мне не нужны деньги, у меня есть деньги То есть все, что мне не нужно, у меня есть Когда я говорю, мне это нужно, то у меня этого нет То есть словом нужно, мы закрепляем отсутствие То есть мы говорим, ой, мне тогда мужчина будет не нужен, подразумевая, что раз он мне будет не нужен, значит у меня его не будет А как раз наоборот, понимаешь Если мне не нужны счастливые отношения, у меня сразу появляются счастливые отношения Потому что они мне не нужны, я к этому отношусь легко А все, к чему я отношусь легко, у меня есть У меня нет только того, к чему я отношусь тяжело Получается, что когда ты признаешь, что тебе мужчина не нужен, он сразу у тебя появится именно идеальный Поняла Ты войдешь в состояние легкости по поводу мужчины и отношений. Когда, ой, мне нужны отношения, то ты сразу, ты такое создаешь напряжение там, да, что мужчина подходит и видит там напряжение. И пойти может в такое только мужчина, которому нужно напряжение. Ну, понимаешь, виктивный, виктивный мужчина, который стремится к саморазрушению. То есть вступить в отношения с женщиной, которой нужны отношения, может только мужчина, который стремится саморазрушиться, потому что она его напряжет там максимально. Да, да, есть такое. И что самое страшное случится, когда ты признаешь, что мужчина не нужен тебе действительно? Что самое страшное? Блин, ну это вот это чувство какой-то неполноценности. Ага, то есть если мужчины у меня нет, я неполноценная. Что-то в этом шаблоне. И что самое страшное в том, чтобы разрешить себе быть неполноценным? Ну смотри, мы люди ограниченные существа. Да. То есть полноценность это Бог. Все правильно. Да, полноценность это что-то, где есть вообще все абсолютно. Да, абсолютно. А мы чем-то ограничены. Ограничены телом своим. Да. Ограничены там своими способностями, ограничены своим полом. Ну да, ну вот как раз тема-то такая, что если мужчины рядом нет, то я не могу проявляться на сто процентов как женщина. Такое есть убеждение, убеждение. И что самое страшное в этом? Ну, что я не буду чувствовать себя женщиной и не смогу прожить жизнь на сто процентов. То есть ты как бы говоришь, я сама себе не разрешаю дать чувство, что я женщина. Закрой, пожалуйста, глаза. Я не хочу. Положи руку на сердце. Одну на сердце, а другую на... Да. Правильно. И говоришь, я разрешаю себе чувствовать себя женщиной безусловно. Я разрешаю себе чувствовать себя женщиной безусловно. Я разрешаю себе быть женщиной в любой ситуации. Я разрешаю себе быть женщиной в любой ситуации. Я разрешаю себе кайфовать от того, что я женщина. Я разрешаю себе кайфовать от того, что я женщина. Я отпускаю любые условия, которые дают мне право чувствовать себя женщиной. Я отпускаю любые условия, которые дают мне право чувствовать себя женщиной. Я даю себе абсолютное, безусловное право всегда кайфовать, всегда, когда я захочу, кайфовать от того, что я женщина. Я даю себе право всегда кайфовать от того, что я женщина. Меняется состояние? Да. И ты можешь чувствовать себя женщиной в любом? Я могу себя чувствовать женщиной. Ну что, как ты чувствуешь, мы разрешили эту догму? Я думаю, что да. А расскажи вот новое состояние, новые возможности. Это действительно, это как будто маленькая девочка, которая запрещала быть женщиной. Вот будет у тебя мужик, вот тогда? Да, 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 что-то в этом роде. А сейчас появился такой, сразу такой переход быстро, что я-то женщина, мне можно, мне разрешили. Я себе разрешила. Все, друзья, приходите. Давай, возьми всемирочку. Это была передача... А садитесь сюда. Друзья, это была передача Догма. Мы разрушаем догмы, выявляем страхи и сомнения, которые лежат внутри догмы. И благодаря тому, что мы выявили страхи и сомнения, догма разрушается. Записывайтесь, несите ко мне свои догмы, и мы их расследуем.